Городу Юрьевпольскому достался в наследство уникальный памятник XIII века Георгиевский собор. Это мировой шедевр архитектуры и искусства Владимира Суздальской Руси. Был построен в 1230-1234 годах святым благоверным князем Святославом Всеволодовичем и украшен резьбой по белому камню от основания до главы. Уже не первое столетие храм находится в фокусе внимания исследователей домонгольского зодчества Северо-Восточной Руси. Поражает декоративное убранство фасадов собора. От подошвы до главы собор с божь покрыт резьбой по белому камню. Здесь мирно соседствуют библейские сюжеты и мифические животные. Прекрасные птиц-девицы-сирины в коронах и фригийских шапочках, улыбающиеся львы с высунутыми языками, кентавры, птицы-оглядышки, драконы. И все это разнообразие человеческих фигур и животных оплетает растительный орнамент в виде узорчатого коврового покрытия. Внутренние помещения собора содержат небольшую коллекцию белых резных камней. Но самый основной и известный это Святославов крест чудотворный. О нем свидетельствует камень, находящийся слева от распятия. На камне надпись гласящая «Всей крест животворящий сделан князем Святославом в лето 1224 года». Как отмечает летописец, российские государи и великие князи, церковь сию чтущи, ю посещаху. Такое благоговение и почитание Георгиевского собора было связано именно со Святославовым крестом. Да и сам собор является всемирно известным памятником архитектуры 13 века. Каждый камень, составляющий его, стал поистине драгоценным. Современные положения шедевра мирового зодчества вызывают чувство острой боли и тревоги. Речь идет в частности о состоянии белого камня, как в интерьере, так и на фасадах собора. Внутри собора, особенно на опорных столбах, в виде кристаллических выцветов, напоминающих иней, выступают на поверхность соли. Влажность в соборе доходит до 92%, температура 1-2 градуса. Такой климат разрушительно действует на роспись, которая медленно шелушится и отпадает. Чугунные половые плиты от влажности ржавеют, камни крошатся, образуются каверны. К сожалению, за последние 10 лет реставрационные работы на памятники древнерусской архитектуры и искусства проводились в мизерных размерах, а в некоторые годы и вовсе не велись. До сего дня Георгиевский собор находится в пользовании Юрия Польского, историко-архитектурного и художественного музея. К сожалению, ни музей, ни местная администрация не могут обеспечить финансированием реставрационные работы по спасению всемирно известного белокаменного собора. В деле сохранения этого памятника многое зависит от единства реставраторов, климатологов, химиков, инженеров, археологов, искусствоведов и других специалистов в области спасения белокаменных шедевров. Нужен единый государственный институт, в руках которого были бы объединены функции управления и контроля в области реставрации белокаменных памятников. Пройдет еще десятилетие и белокаменные украшения будут утрачены навсегда. Необходимы срочные комплексные реставрации или хотя бы компетентные работы по приостановлению дальнейшего его разрушения. Не имея комплексной программы и методики реставрации белого камня, финансовых средств и специалистов провести работы по реставрации такого уникального памятника невозможно. Их можно проводить только с федеральной финансовой и, что не менее важно, научно-методической помощью. В достаточной мере профессиональном контроле за исполнением работ на этом сложном реставрационном объекте. Необходимо включить памятник в список особо ценных объектов культурного наследия, полномочия по государственной охране которых осуществляет Министерство культуры. Много написано про Георгийский собор. Это, безусловно, жемчужина архитектуры и искусства. И во многом благодаря этому собору живет город Юрьев-Польский. Нам просто невозможно представить Юрьев без Георгийского собора. Они как бы срослись в единое целое. И их связь на протяжении почти восьми столетий не разрыв. И их связь на протяжении.